САММИ Привет, ребята, добрый день. Сегодня едем в Никистский сад, да? Как он называется, правильно? В Никистский сад сегодня управляемся. Вот сейчас выезжаем с своего домика выхода. Вот, по Ялте. По Серпантину, потом там выезжаем на большую дорогу. В общем, не так далеко посмотрим, сколько это по времени займет. Короче, едем сейчас по Московской улице. И потом держим направление Аушту, да? Да. Все. В принципе, займет это времени, я думаю, не так уж и далеко, да, это сколько по времени. Вот рыночка, наверное, вчера к нам ходили. С другой стороны как бы объехали. Возьмем вокзал. Ялтинский какой-то автовокзал. Самый пекло на улице. Сейчас градусов, наверное, 30-35. 36. Ну, это 36 на солнце, наверное. Вот Массандра. Сюда мы проезжаем. И нам много поселок Никиты. Еще поселок Никиты. Вот тут виды такие классные открываются. Поехали почти. Поселок Никиты начинается. А не подскажете, где Никитский сад здесь? Направо, да? Направо, да, уходим? Спасибо. Ботанический сад, вот мы и приехали. Сюда зона какая-то. Там несколько метров, еще метров, может быть, 700 там проехать. Интересно, автобус сюда прям подъезжает вплотную? Они оттуда шли, да, еще там где-то километр? Сверху. Угу. Оттуда пешком так это проявлечь, не получается. Киометра полтора где-то. Так что лучше ехать сюда на машине. Я помню, как вон будет в транспорте. 160 метров осталось до ботанического сада. Где-то здесь, наверное, в фото центральной. Тенистая местность здесь, более-менее так прохладненько. Киевский ботанический сад, 100 метров там еще. 100 метров. Там солнце. Ковка платная? Годится. 100 рублей, да? Да, 100 рублей без ограничения по времени. Там я нормально встал? Да, все нормально, оставляйте. Так же. Приехали. Собственно говоря, здесь вот начинается еще, не совсем начинается еще забор как бы рядом. Метров 300, да, он сказал, пройти еще. Минуты три. 150? Ерунда. Там в тенечке машину оставили. Здесь даже циркушечка какая-то рядышком от с левой стороны. По-моему. Ну да. Как-то так выглядит. Растение тоже интересное. Смотри, какие цветы. Розари. Преуплатные где-то 200 рублей стоят, да? Сейчас посмотрим, как летние. Здесь даже туалеты есть. Вот там, куда заход. Рекицкий ботанический сад, основан в 1812 году. Как мы здесь видим? Бабуши. Взрослые 200, детские 100. Мичонеры 100. А, каскад водопада, видишь там бамбуковые фонтаны. А это отдельный широким? Хватить надо. Тролль под мостом, зона тихого отдыха, зеленая скульптура, ежавелые рощи. Короче, все супер. Все. Взяли билеты, короче, 400 рублей. Это нам обошлось удовольствие. Заходим. Так, кому, вам, да? Куда? Пожди. Билетики, сохраняем, приветки. Сохраняем, хорошо. В каком направлении? Да везде. Вот по стрелочкам маршруты. Вот, прикольно. Пальмачки такие красивые. Экскурсия длится 1 час 15 минут. Во время экскурсии вы посетите выставку РОС. Ознакомитесь с историей основания нашего... Зеленый лабиринт маршрута экскурсии. А, ну, здесь также есть эта водичка всякая продается. Все можно купить. Экстационный зал лучших вин Крыма, блин. Фрукты Никвинского, Бакатагинического сада. Так же можно купить. Массиво, деревья все пострижены. Так, смотри, как здорово все сделано. Прям вообще супер. Ну, это чем-то напоминает сочинский дендрарий. Мы это сравним с сочинским дендрарьем. Очень-очень много похожих элементов. Всякие скульптуры стоят. Фора. Давайте в пассейн прыгнуть с водичкой. Интересно, она теплая? Потрогаем ножкой. Да, прикольно. Слишком теплая. Ну, это подошли к чуваку, который основатель вот этого парка. Он был первым директором, по-моему, этого парка. Христиан Стевин. Такой год, 1865, да? Кедр такой вот, гималайский. Вот подошли. Еще нашли в деревце такой вот кедр гималайский. Блин, очень большое дерево. Даже не знаю. Всего оно здесь лет уже. Два, шеста лет. Ну, а тут типа сцена какая-то выступает, что ли? Бывает. Ну, вот, короче говоря, вот тут еще подходим. Бамбуковые. Бамбук растет. Прикольно смотрятся все. Выставка насекомых и грибов Крыма. Ну, это отдельные, короче, всякие домики. Тут можно зайти, посмотреть за отдельную плату. Все это выглядело, это очень большую территорию. Я даже не знаю, наверное, весь его парк везде не обойдешь за один раз. Часа три будет только ходить. Интересно, сколько здесь гектар парка этого? Четыр тысяч лет. Ну, да, да, да. Офигеть. Вот это пик-то, да? Пик. А, это тис. Тис ягодный. На нем ягодки маленькие такие прям растут. Ну, мы такое увидели где-то на набережной тоже. О, хвойное дерево. До 27 метров высоты, короче, достигает. Крона 40 раскидистая. Очень богатое. Работа еще дерево. Секвоя вечно зеленая. Достигающаяся до 10 метров, короче, высоты. 7,5 метров в диаметре бывает. Вот. Короче, доживает до 2000 лет. Парисы. Вот такая тут еще кипарисовая аллея. Такое прекрасное растение декоративное, создающее неповторимый ландшафт южного берега Крыма. Куда приехать весной, тут запахи вообще будут обалденные просто. Когда вот только начинает все цвести. Ну, в принципе, уж любого парка касается. Но они тут вечно зеленые. Нет, тут есть, которые не вечно зеленые, есть, которые только зацветают по весне. Кипарисы, по-моему, вечно зеленые. Морозы выдерживают до 15 градусов. Слышится звук воды. Там, кажется, фонтанчик впереди. Дойдем туда, посмотрим. Ну, вот так вот. Фонтанчик вот такой вот. Только он не работает. Роща маслиная. Европейская. Оливковые деревья, короче, здесь. Вот эти вот оливковые деревья у нас, получается, до 15 метров высоты достигают. Вечно зеленые деревья, такой фонтанчик, питьевой, по-моему. Питьевой билет какой-то здесь. Можно попить водичкой. Еще здесь замучился все это обходить. Здесь 15 тысяч видов растений. Вот основатель, когда-то первым директором Стивен какой-то. Ботаник. Посмотрим, пойдем сейчас еще. Тут вид на море красиво открывается. Такая-то тоже ступенечка вниз идут куда-то. К морю. А вот как-то с оранжерей поймем. Пойдем. А по-моему, там за них отдельно платить надо. А как-то с оранжерей? Вот это дуб у нас, да, растет? Да. Вот дуб, смотрите, какой. Офигенный ствол. Не обхватишь ни хрена. С первого раза. А, столовая даже есть. Слушай, можно туда покушать зайти. Ты как? С 10 до 17 работает. Ну да, где-то там, походу. Здесь что-то не доделанно. Такие фонтанчики были бы еще здесь, да? Да. Виды туда прям к морю, походу, идут. Слушай, да, классно. Вид обалденный. Скорее всего, такая дорога вниз спускается к морю. Там можно искупаться. Столовая. Смотрим, что там у нас по ценам. Чтобы было не сильно. Залобочные цены. Приделка разумного. Тенистые аллеи. Как будто в джунгли попал. Еще бы людей не было бы вокруг. Такой древний город напоминает чем-то. Лесенка. Такая фисташковая тополистая дерево, короче говоря. Вот. Но плоды созревают только где-то в сентябре-октябре. Растет медленно. Выдерживает кратковременные морозы до минус тридцати. Как тут сказано, тысячи лет. Офигеть. Представляешь? Сколько она всего повидала. Сколько она всего выдержала. Помогает энергию, да, выдает? Энергетикой. Хорошая энергия. Устойчивость. Но-ка, вот этого у меня не хватает, кстати. Надо попробовать. А то нам еще предстоит дальняя дорога. О, сколько так стоять надо? Ну вот так вот думать. Думать, что все хорошее убирать, а плохое все убирать. Ага. Я вот все так и буду. Действительно, голова начинает проходить. Фантастика. По вере, есть некоторые люди вот с помощью такого способа. Заряжаются. Чувствуют себя прекрасно. Тут такая, короче, столовка. Вот мы и в столовку приближаемся. Заходим в столовку. Салтепом отдает чем-то. Запуск знаком. Сейчас за меню такой. Компот. Дебушек. 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 У меня тоже 250. 258. Пловчик, супчик, компот. Усилия, теперь мы направляемся вниз. К морю. Пениган так более-менее нормальные цены, да? Приемлемые. Правда и вкус, я скажу. Безумик. Ничего. Вкус СССР. И салт-салт в таком же виде бы. Такие вот виды здесь. Супер. Духа. С горочки помчались. Не будись, здесь ступень-то все. Да? У меня вроде нормально. А не выше. Кроссок, тебе не жарко? Нет, отрезана. Трудно вам будет найти. Все курящие, наверное, где-то в столовой сидят. Понятно. Ты у вас что такое за автопород интересный? Мак? Нет? Нет, не Мак. А, и 550. Он вроде так? С аккумулятором. А, это аккумулятор дополнительный. Да, дополнительный. Понял, я смотрю, форма такая необычная. Не хватает мощности, скажем так, для моих съемок. А что снимаете? Вот, модель. Передевается. А, понятно, понятно. Там в Гвозное море, что ли, там где-то, да? Да, и здесь, в принципе, в парке. Понятно. Откуда ты сами из Крыма? Из Ярославля. Ага. Приехали отдыхать, как бы, да? Ну, да. Ну, и как вам первое впечатление от Ялты? Хочу переехать. Жить на постоянку? Жить на постоянку. Честно, столько видно, что я тут от фотика просто... Везде были уже, какие места такие запомнили? Мы на Айпетре ездили. Еще куда мы ездили? Аквапарк. А, нет, в Аквапарк поедем. Аквапарк, это у нас, который в Ялте, да? Вот, Океанариум самый, который новый, по-моему. А, Океанариум. Профессионально занимаетесь, фото, да? Семь лет. Семь лет уже? Да. О-о. А вы меня на GoPro снимаете, да? Ну, да. Я такая не просто. Ну, мы до своего канала. Просто делаем обзор этого парка, как бы, и вот, дальнейшее, можете потом посморить. Все, хорошие, мы пойдем туда вниз. Там, не знаете, интересное, чем-то есть внизу? Нет, мы сами первый раз. А, первый раз только. Все, ладно, спасибо. Красиво как, а? Лепота. Андрюшка, ну, мы здесь останемся жить. Я бы здесь в палатке постоял. А звуки-то, звуки. Без комментариев. Походим здесь целый день, будем все знать. Вот такие прикольные здесь каскадные водопадики впереди. Говорят, даже раньше здесь водились рыбки. Ну, посмотрим, может, даже что-то осталось. Искусственное, конечно, все. Есть рыбка, вон, красненькая. Плавает. Там вот видно, если видно. Андрюх, рыбки водятся. Это подводные. Да. Такое, короче, здесь рыбки, вот, каноэ. Вот. Сейчас мы попробуем залезть в их подводный мир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Вот зашли в какой-то типа райский сад, называется. Собачка такая, сидит. Кувшинки. О, никогда. Кует, живая. Черепашка нельзя. Болоце такое здесь. И там черепашки плавают. Камень, прям реально чуть не упал, как будто гаволёд. Ну да. Вот так и вот здесь еще банановые деревца растут. Вот. Шумит какой-то там ручеек. Опа, поймал нах. Да нет, гадюка. Да ладно. Да. Других я не ловлю, блин. Вот такие вот здесь водятся. Красавчики. Фу, он вонючий, бля. Заснять хочешь? Либо отпускает. Вот в саду такие вот лужики попадаются, оказывается. Я, кстати, только об этом подумал. Интересно, здесь змеи водятся, и бац. Смотрю, ползет под водой. Ну, маленький еще совсем. Детеныш. Так что мы его сейчас отпустим. Давай, отпускай. Подожди. Нажми мне на кнопочку, чтобы надо, вот эту красненькую. Вот такие вот маленькие змейки вводятся. Вверх-повлизь, возможно, мы его отпустим сейчас обратно водичку. Вот водичка, пусть и ползет. Пусть ползет, дружок. Опа, давай, иди, ползи. О, выморочка сразу, хопа. И там спрятался под камушек. Где ты ее видел? Она туда в заросло попросила. Стой. Гони ее на меня. То есть, говоришь, это, скорее всего, не уж, да? Темно-коричневый? Возможно, это этот, как его? Забыл, называется. А что такие вот, в этих маленьких боосах искусственных водится много змей. Видели большую и только что очень. Андрюха видел. Я не успел подойти, так бы я бы ее, скорее всего, поймал бы. Говорит, метров полтора было. Очень большая. Вот. Ну, я и пытаюсь найти сейчас. В данный момент что-то не получается. Ага, вон там я вижу лужик, опять выполз. Вон он там. Ну, это уже побольше. Побольше, чем я ловил. Все, поплыл. Поплыл. Денисим вердикт свой маленький. Парк понравился. Особенно со своими обидателями животного мира. Черепашки, змеи. Вот коричневую змею, конечно, жалу не поймали. Которую была, как Андрюха говорит, полтора метра где-то. Может, какой-нибудь степной удавчик. Не знаю, что это такое было. Ну, вот сейчас просим, кстати, на выходе у тетинки. Может, она в курсе? А гадюки у вас там не водятся? Гадюки? Нет. Ну, уже есть. Что есть? Что есть? Желтопузики. Желтопузики еще? Ну, вот сейчас пойдем окунемся. Немножко поплаваем. Третья разъемка до 17, 15, 15 минут. Какие красивые девушки здесь уже. Желтопузики. Желтопузики. Слово-запричало. Короче пришли здесь возле поселка Никольского. Будем сейчас плавать, попробуем на таких волнах попрыгать. Охренеть волны, разыгрались. Там сверху виднеется, что-то на подобный заборчик такой. Роднём, да, сутровая площадь. 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 Видно было по-другому. Здесь прям супер. Только-то отсюда можно спрыгнуть, сразу попасть на дикий пляж. Особенно хорошее место для вечером отдыхом, с швычком, венцом посидеть. Просто потрясающе подышать морским воздухом. Ну, а на этом заканчивается наш маленький видеорепортажик с Никитского сада, можно сказать, с набережной Никитского посёлка. Вот. И все возвращаемся домой в Ялту. Всем пока-пока. Был рад, чтобы смотрели до конца. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Поймарин.